Всем приветики! Мы на даче. Наш, опять же, превосходный сад. Сегодня, кстати, я ухаживала наконец-то за своими деревьями. Это будет отдельный ролик. Я сейчас просто поближе немножечко покажу какое-нибудь деревце. Наверное, вот это вот. Оно имеет свойство у нас плакать. И вот так вот я его слезы замазываю и одновременно лечу. Это будет отдельный ролик. И, кстати, на канале еще есть. В прошлом году я снимала и засняла заново. Ну, короче, они на канале есть. Будут в конечной заставке. Вот. У нас, кстати, сегодня жарко. 30 градусов. В тени, по-моему, 33, что ли, бабуля сказала. Не помню. Вот. И сейчас я хочу позаниматься... Ой, не успела взять. Позаниматься яблоньками. Пособирать лишние яблоки. Я хочу. И хочу сделать это вместе с вами. На эту тему у меня есть уже отдельный ролик. Так, тут не дается никак. А вот. Вот. Оп. Видите? То есть вот она. Она его отдает. Надо взять маленький... Маленькое ведерочко и все это складывать. Потому что вот, пожалуйста. Вот видите? Оп. Все. Она у меня в руках. Тут, допустим, вот тут вот. Вот. Она не дается. Кстати, тоже. Вот они. Они легко. Их надо снимать, чтобы дерево им не давало сок и веточке будет гораздо легче. Допустим, вот тут вот. А вот. Видите, ветки? Они очень... Дерево сейчас очень-очень тяжело, потому что пора... Здесь получается просто... Тут, что ли, я видела? А, вон. Целая грусть. То есть на одной веточке там прям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8... Там 10 штук, что ли. Прямо очень много яблочков. Здесь уже нужно выбирать. То яблоко, которое больше, значит, оно выживет. Те, которые чуть-чуть размером... О! Видите? Размером поменьше, оно уже... Оно отвалится. Отвалится попозже. Поэтому пускай лучше... Сейчас его соберем. Заберем его у него. И оставшиеся там соки она будет давать именно этому яблочку. Ну, об этом, обо всем я тоже все рассказывала. Ну, вот. Немножечко хочу с вами пособирать. Сейчас я посмотрю, где у нас ведерко. Ну, ладно, пока так. Ну, вот они. Ну, вот видите, она не дает. Не отдают, значит, нельзя. Значит, нельзя. А вот. О, видите, она. Просто пока нет ветра, она висит. Чуть-чуть питается, видите? Все равно немножко она... Не вяленькая, кстати. Она не вялая. Значит, питается. Их много. Надо их уже собирать. И валяются они, конечно же, здесь тоже много. Потом, если не соберешь, в итоге получится так, что все красные яблоки будут лежать на земле. Потом увидите, что у нас здесь будет в августе, в сентябре. Это будет нечто. Ну, представляете, столько яблок. Здесь у нас жигулевская яблонька. У нее, кстати, очень большие яблоки. Красные, огромные вот такие вот яблока. Увидите, тоже это будет обзор. Все это будет обзорем. Здесь она, по-моему... Где-то половину она отдыхает, и половина немножко есть. Так, но меня, конечно, больше всего беспокоит на сегодняшний день все-таки вот эта вот яблонька. Нужно ставить стремянку и как-то ей пытаться помочь, потому что у нее даже бывает такое, что у яблок может ветку сломаться. А она здесь прямо вот, видите? Вот она согнулась. Где там? А вот. Ук! Кстати, вот у той яблонь, я помню, в детстве... Сейчас вот палка стоит, подперли ее. А в детстве я помню, как вот эта вот ветка... Вот он, видите? То есть она довольно высоко. Вот земля. То есть вот эта ветка, она сгиналась до самого-самого пола. То есть, ну, до самой земли прямо сгиналась. То есть, блин, довольно сложно. Видите, как она высоко. Я даже выше меня, она метр два здесь. Даже побольше. И сгиналась. Сейчас вот подставляем такие вот всякие палочки. А, слушайте, здесь тоже, кстати, полно у нее. Можно так вот каждое, кстати, продергивать. Вот тут вот. А, одна маленькая, она не отдает. Вот такая. Еще и уронила вдобавок. Все, они шевелись. То есть, блин, не знаю. Просто мне, честно говоря, эти яблоньки очень-очень-очень жалко. Я сама по себе очень жалостливая. И к деревьям, именно вот к этим вот деревьям в моем саду, я отношусь, мне иногда кажется, как к людям, которые стоят и что-то, знаете, как коробки. Держат над головой, а им тяжело. И хочется помочь всегда. Как-то подперечь, чтобы им было не тяжело держать. Не знаю, почему я так как-то отношусь. Ну и, конечно, очень мне нравится наша груша. Груша, она здесь единственная в саду. Больше груш у нас нету. И, конечно, к ней относишься по-особенному немножечко как-то. Вот. Кстати, у нас была вся полностью в цвету, кто помнит. Сейчас уже гораздо меньше. Очень кстати... А, кстати, да, слушайте, мало осталось яблок. Ой, господи, грушек. Буквально вот они чуть-чуть. Здесь тут одна. Там вот чуть-чуть я вот вижу. Здесь, по-моему, две вижу. И что-то сложно мне найти. Мало. Короче, мало. Она вся была просто в цвету. А когда-то эта яблонька вообще 10 лет простояла. И вообще не плодоносила. Ноль. Вообще ничего не было. Уже дедуля хотела ее срезать. А потом узнали, что можно привить. Вот. И соседка дала веточки. Эти веточки привили. И у нас она начала плодоносить. Постепенно, постепенно. Сначала только те веточки. А потом и вся начала. Знаете, иногда вот думаю, насколько это у дерева получается. То есть, давайте в сад. Вернусь, а то вам смотреть некуда. То есть, от веточки, да, вот этот вот плодоносный какой-то там сок, да, который находится в веточке, он через эту веточку, то есть, через веточку ту отрезанную, попадает в само дерево. Там что-то происходит. И все дерево полностью через несколько лет уже начало плодоносить. Да, и в этом году она уже первый раз такое была. Она вся была в цвету просто. Вот это, блин, вот я просто удивляюсь природой. Вот, правда. Просто удивлена. Ну, почти вот 10 лет прошло. Ну, я не знаю, сколько, побольше. Нет, больше прошло. Она вот вся была в цвету. То местами, то как-то так. А вот в этом году прям вообще. Ну, может, позапрошлым, может быть, она. А, наверное, да-да-да, она, наверное, позапрошлым была тоже в цвету. Частично. Вот. Еще, кстати, вон там, где солнышко светит, там у нас ранетка. Она тоже полностью в цвету. Но ее никто не любит особо. Маленькое ведерочко целое собрала. Даже не ожидала. Вот здесь нашла ветку. Что-то я не замечала. Полно. Там очень прям много. Разгрузила ветку. Так, знаете, нагибаешь ее. С нее соберешь, соберешь, а потом отпускаешь. Она еще выше поднимается. Бедная, конечно, тут вот веточка. Тоже надо подпирать. Она уже висит. Там очень-очень много яблок. На ней иначе может просто сломаться. Чуть-чуть эту яблоку разгрузила. Сейчас уже кушать пойдем. А еще вот тут, кстати. Вот там. Вон там, вон, три штуки вон висят. А, убирается самая маленькая. Давай. Тоже маленькая. Вот так вот. Такое небольшое ведерко. Его, кстати, мы и относим. Здесь у него есть. Кстати, смотрите. Тыковка выросла. Что-то такая маленькая еще. Хотя, кстати, за неделю она выросла. Хорошо, думаю. Яма такая. И все. Чуть-чуть вот немножечко помогла. Сейчас пойду покушаю. Еще буду помогать дальше. А, ну вот, видите, она очень много. Вот они. Видите, четыре яблока. Два больших, два маленьких. Два маленьких выбираются. Или три даже можно. Можно три даже, кстати. Если у вас очень-очень много яблок и самих яблок, и вы знаете, что вы половину выбросите, то лучше убираю сюда три яблока. И все. А, хотела, знаете, вам что показать? Тут у мамы, у бабули этот, господи, не помню, какая цвета. Петунья. Петунья выросла. Бабуль говорит, у нее такой... А, нет, так это дерево. А, вот она. У нее прям ствол плотный, смотрите. И она выше всех. То есть вот тут вот маленький, а вот это прям она белая, смотрите. Огромная такая петунья. А пахнет, как она. Красивая такая, классная. В горшке этим стеклянным, как его, не знаю, называют, керамическим. Красиво смотрится. Нафоткаем. Красиво. Тут тоже гераньи там, кстати, тоже. Слушайте, такой запах, аромат прям классный. Классно.